Когда на полях Великой Отечественной войны шли кровопролитные сражения, в тылу шли другие бои. В заводских цехах выпускалась военная продукция, а в лазаретах выхаживали раненых. Вся жизнь страны была подчинена главной цели – освобождению родной земли от врага. Чебоксарские предприятия были оперативно переведены на военные рельсы. Быстро вводились в строй эвакуированные к нам заводы. Уже в 1942 году 80% всей продукции Чувашия производила для фронта. С декабря 1941 года отсчитывает свою легендарную историю Чебоксарский электроаппаратный завод. Он был создан на базе прибывших в Республику Харьковского электромеханического завода и Ленинградского электрика. Именно тогда, в декабре 1941-го, он выдал свою первую продукцию. Электроаппаратный завод буквально в январе-феврале 1942 года уже выпустил первую промышленную продукцию, которая была направлена на фронт. Электрооборудование поставлялось первоначально на танки и самолеты, а с 1943 года освоили еще более сложную электрическую продукцию, которая уже устанавливалась в военно-морском флоте на корабли. Всего за 1942-1945 годы завод произвел 112 931 реле, 20 620 контакторов и 8 116 магнитных станций для фронта. Целый ряд изделий производился только в Чебоксарах. В январе 1944 года ЧАЗ наградили Орденом Трудового Красного Знамени. Сюда приехали из Хаткова главный конструктор Эдельштейн Герман Филиппович. Он тогда уже был светило, он изобрел резонстантный реле. Приехал Арон Менделевич Бреслер, который тогда уже был кандидатом технических наук. То есть инженерные кадры, которые обладали огромным количеством знаний современных, они здесь это начали передавать. Поэтому завод, который образовался в те далекие года военные, этот завод устоял. Мало кто знает, но в новую военную реальность сразу же вписался еще один чебоксарский завод. Ликеро-водочный, но не со своей классической продукцией. После начала войны на тех же линиях, где буквально вчера разливали водку, начали делать совершенно другие коктейли. Те, что так нужны были фронту, бутылки с зажигательной смесью, коктейли Молотова. Коктейль Молотова появился во время Советско-финской войны 1939-1940 году. С боеприпасами у финнов было неважно. Они придумали наливать в бутылки зажигательную смесь и назвали его именем известного политика. В Красной армии изобретение тоже прижилось и было востребовано уже в первые дни Великой Отечественной. 7 июля 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление о противотанковых зажигательных гранатах. В нем было подробно прописано, как производить и снабжать войска зажигательными гранатами. А 2 августа 1941 года Иосиф Сталин утвердил инструкцию по использованию зажигательных бутылок. Брикюроводочный завод выпускал не только бутылки зажигательной смеси, он работал и на фронт, на нужды солдат, которые находились на фронте. В частности, осенью 1941 года здесь разместились две табачные фабрики. Это фабрика Ява и фабрика Дукат. Они выпускали папиросы, выпускали табак, махорку, которая была необходима для солдат, для поддержки их, в том числе, духа. За годы Великой Отечественной войны в Чувашии возник ряд новых отраслей промышленности, работающих на оборону. Валовая продукция крупной промышленности в 1944 году по сравнению с 1939 годом выросла в 23 раза. Люди несли в помощь фронту теплую одежду, полушубки, валенки, фуфайки, шерстяные носки, шапки-ушанки. Сплоченный народ противостоял врагу на пределе своих сил и возможностей, каждый на своем месте. Поэтому и выстояли, и подняли страну из руин буквально за несколько лет. Продолжение следует...